Олег Звич, доложите пожалуйста по состоянию ЖКХ. Меня интересуют вопросы управляющие компании, уборка закрепления территории за управляющими компаниями и уборка мусора как по городу, так и в домах, которые находятся в городе. Вашим постановлением создано 10 государственных управляющих компаний, которые закреплены по территориальному признаку в городе Севастополя. Это ГУПС Гагаринского района, ГУПС Гагаринского района номер 2, мы разделили по 1 миллиону квадратных метров, ГУПС Стрелецкая Булгская, ГУП Управления Центр, ГУП города Севастополя, ГУП Нахимовского района, ГУП Север, ГУП Балаклавского района, ГУП общежития, куда мы вошли только одни общежития. И последнее, по просьбе муниципальных образований, вы дали указание создать ГУПС Инкерман. Директора назначены. Закрепление территории вашим распоряжением 89 РП от 26.02. Закреплены практически все дома за этими ГУПами и общежития в том числе. Плюс здесь мы, по вашему указанию, закрепили за ними 166 домов Министерства обороны, которые ранее обслуживали 64-е управление начальника работ Черноморского флота. Но с 1 января они перестали обслуживать, и все эти дома остались без обеспечения. Значит, соответственно, мусор, уборка территории и прочее легла на плечи наших РЭПов, а сейчас уже управляющих компаний с 1 марта. Конечно, сейчас мы работаем без обеспечения средствами, то есть финансирования нет, но по вашему указанию, ГУПы и перевозчики, в том числе подрядчики, которые есть у нас, работают. Подготовьте письмо на имя Министра обороны по поводу передачи домов. И второе, по поводу, наверное, компенсации. То есть, мы по факту дома не переданы, по факту мы их убираем. Убираем. Да, и убираем бесплатно. Значит, вот за этот период обращения к Министерству обороны, для того, чтобы была возможность нам компенсировать те затраты, которые сегодня мы несем. Что по частным управляющим компаниям? Мы знаем официальных только две управляющие компании. Вот они зарегистрированы у нас в городе, работают в Гагаринском районе. Есть незарегистрированные управляющие компании, которых насчитывается, но это информация такая, которую мы, как говорят, с улицы владеем. Одна из таких управляющих компаний, которую возглавляет известная личность Хилютич. Он себя называет управляющей компанией, городской управляющей компанией города Севастополя. Он, например, зашел на территорию шестого рэпа бывшего нашего, таким образом обозначил для себя более 50 домов в хорошем состоянии и начал работать с жильцами. Правомерно или нет, сейчас мы доказываем это в юридическом поле. Но ГУП, который работает на территории Гагаринского района, в настоящий момент времени провел такие же собрания с этими жильцами, которые все отказываются, говорят, что они будут работать с ГУПом, то есть заключат договора с ГУПом. В настоящий момент времени 3570 домов, которые у нас многоквартирных есть, 86% проведено собраний нашими городскими управляющими компаниями и заключены договоры на управление на 2634 дома. Что с лицензированием? Лицензирование в апреле месяце через Государственную жилищную инспекцию будет проведено со всеми управляющими компаниями на территории города Севастополя. По тем частным управляющим компаниям, по которым у нас возникают сомнения, надо имеющиеся материалы у них передать в правоохранительные органы, для того, чтобы они с ними работали и разбирались. По вашему указанию, которое было на аппаратном совещании, мы все материалы, которые у нас появляются за счет жильцов и прочее, передаем в Госжилу инспекцию, Государственный жилищный отзор в данный момент. И они это все обобщают, и они вправе передать в правоохранительные органы. Они все знают по тарифам. Утверждено постановление правительства Севастополя 30.12.680, плата за содержание и ремонт жилого помещения. Мы это также все опубликовали, в газетах есть, в интернете нет. У нас здесь рекомендованный тариф Минстроя России. Согласно этой рекомендации, в этом году у нас двойное повышение. Это было с 1 января и с 1 июля до 7 рублей. Здесь у нас перечень многоэтажных домов, домов с лифтами, двухэтажных и так далее. Все есть, мы это все опубликовали. Жители города обращаются по двум вопросам. Первый вопрос это лифтовое хозяйство и его ремонт. Есть у нас график, я так понимаю, график проведения ремонтов на этот год. Согласно региональному оператору, который создан у нас в городе Севастополе, по капитальному ремонту жилого фонда, у нас планируется выделение 850 миллионов рублей для капитального ремонта кровли, фасадов, ВДСов. И 113 лифтов. Значит, 113 лифтов уже обследованы. На сегодняшний день обследование проводил Мослифт. Сделал заключение, которое будет передано вам на утверждение. Надо довести до севастопольцев график, план вот этих работ, которые мы планируем, и второй график ремонта. Если мы обследовали лифтовое хозяйство с помощью Мослифта, то надо тоже эту информацию довести. В каких домах или в каком фонде это лифтовое хозяйство было обследовано, обследовано, и какая очередность замены или там ремонта лифтов. Раз, второй момент, с какого, когда мы начнем. Вот определитесь, когда мы начнем, это надо просто довести до людей, чтобы люди понимали, что завтра у них начнется ремонт лифта, или там через месяц или через два. Но к концу года 113 лифтов будет отремонтировано. Начало работы я так, в общем, воспроизведу, как только у нас финансирование появится у нас в Севастополе. Надо определиться, вот от кого зависит это финансирование, и что для этого нужно сделать, чтобы оно появилось. Я попросил подготовить письмо и мое личное обращение к министру строительства, для того, чтобы процесс ускорить. Время идет, к сожалению. И второй вопрос, который интересует людей, это одноставочный тариф. То есть мы с 1 января перешли на одноставочный тариф за отопление. Да. Но это право выбора каждого жильца. Мы предложили это сделать. Жильцы выбирают одноставочный тариф. Мы установили одноставочный тариф. Поэтому, но тем не менее поступают обращения граждан, что до сих пор приходят платежные документы на двуставочный тариф. Поэтому еще раз до управляющих компаний, до ресурсопоставляющих компаний довести, что тариф одноставочный. Я так понимаю, это абонентские отделы. И может быть там за январь месяц, или там за декабрь. Но надо разобраться. И проверить ресурсопоставляющую организацию, то есть Севтеплоэнерго, чтобы она жителям начисляла, или РЭПа начисляли, не РЭПа, а управляющей компанией, начисляли одноставочный тариф. Я понял, есть. Еще раз довести. Есть, да. Что у нас по благоустройству, Олег Викторович? По благоустройству, значит, исходя из того, что финансирование мы уже видим, мы начинаем утверждать у вас программу благоустройства с 15 марта и далее. Большое внимание уделяется подготовке к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, где у нас, по вашему указанию, есть самых основных четыре объекта. Я начну с них. Это Малахов-Курган, Парк Победы, площадь Ушикова, Лазаревская площадь и Исторический бульвар. Исходя из того, что финансирование также вами определено, то мы начинаем уже сегодня подготовительные работы к проведению работ по подготовке как раз и благоустройству, и озеленению там и так далее. Вот. Если брать общий график работ, который вами также утвержден, то он есть, и наши подрядные организации, которые заключили договора уже сейчас, или которые находятся в стадии заключения, начинают приступать с 15 марта. Я прошелся по Приморскому бульвару. Приморскому бульвару надо приводить уже начать сегодня, начать приводить в порядок. Это касается ракушки, это касается полисадников, которые там есть, это касается побелки, чистки и так далее. И второй момент. Мы закупили травяное покрытие семена? Да, мы закупили. Нет, в процессе. В процессе. После принятия закона о закупках. Хорошо. Значит, тут надо посмотреть, где можно его обновить, использовать и так далее. То есть, купить хорошее травяное покрытие, я имею в виду, семена, для того, чтобы это было сделано. Приморский бульвар к фонтану. 9 мая надо готовить. Вот уже в прошлом году у нас эта подготовка была в таком, в экстренном варианте. То есть, надо их реализовать и посмотреть. И вообще посмотреть в том числе и по торговым точкам, которые сегодня находятся там. Понятно, да? Ну, торговые точки, по вашему указанию, выдавали Главное управление торговли. Вместе с нас, им было правильное ЖКХ. Они сейчас смотрят. Я понимаю, Чен Ильич. Понимаете, я прошелся по Приморскому бульвару, но холодильник, который мороженое продают цепью, прикован к дереву. То есть, это подвижные холодильники, они должны или привозиться, или увозиться. Ну, это я в управлении, в главном управлении потребительского рынка задачу поставлю. Ну, взять просто на контроль. Содержание Приморского бульвара находится в ведении городского хозяйства. Правильно понимаю? Да. Поэтому, вот эту работу тоже надо провести. Дальше. По уборке города, по уборке территории города. Докладываю в общем. Значит, у нас те подрядные организации, которые занимались уборкой и перевозкой для утилизации мусора на наш полигон, они практически остались, за исключением одной организации, которая прибыла сейчас с Москвы и начинает обследовать Балаклавский район. Олег Викторович, когда мы возродим традицию Севастополя, в 7-6 утра машины, которые идут по городу, особенно по центру города, пылесосы так называемые, поливальные машины, будут убирать. А уже потом дворники там что-то после этого подчищать. По вашему указанию мы уже приступили к этому? Я вот хочу это увидеть. Вчера глава муниципального района Балаклавского, глава муниципального района, вышел на улицу, спросил, дошел или нет. Там прошли первые эти машины. Давайте мы на Балаклаве это просто отработаем и введем в город. Это традиция Севастополя. В 6 утра город убирался, поливался, а потом дворники уже дометали что-то. Дальше, значит, разработайте, пожалуйста, программу. У нас есть, вернее, программа у нас есть, фасадов домов по нашему историческому большому кольцу. Вот, просчитайте цену вопроса, для того, чтобы их отчистить, привести в порядок, в кратчайшие сроки, и мы найдем людей, которые это, постараемся найти людей, которые это сделают. Договорились? Да, до 7 марта мы вам доложим. Хорошо, договорились. Ну, а и по озеленению. Я имею в виду цветы, 9 мая впереди. Сейчас, вот, как только закон будет принят, мы закупаем семена, цветы, в том числе, однолет, однолеточные, там, и так далее, и согласно схеме благоустройства, которую разработала наша архитектура, концепции благоустройства, начинаем высаживать и озеленять. Да, свяжитесь с администрацией, главой муниципального образования Ленинский район, да, и с главой района. Отработайте по Комсомольскому парку. Есть. Вот, это практически в центре города единственное место, где люди могут погулять с детьми. Вот, и этот парк нам тоже надо привести в порядок. Значит, сейчас рассмотрите, пожалуйста, проект Ивушки, вот, проект Фонтанов, вот, и проект Матросского бульвара. Те люди, которым это было поручено. Рассмотрите, пожалуйста. Вот, и потом мне свое заключение, поэтому просто дадите. Есть. Значит, а самое главное сегодня, работать, оперативно работать, по данным управления контроля городского хозяйства. Это именно по помойкам, по мусоркам. Вплоть до того, что я управлению архитектуры поставил, дал поручение разработать и вывесить социальную рекламу по поводу грязи в городе, по поводу мусора в городе. Вот, и совместно с главным управлением потребительского рынка, то, что я вчера на аппаратном совещании ставил задачу, перечень, не перечень, а список бизнесменов, которые у нас по большому кольцу имеют свой бизнес. И заодно сразу с главным управлением городского хозяйства совместно, с главным управлением архитектуры совместно разработайте, вот, исходя из той схемы, которая есть уже, разработайте внешний вид. То есть объем работ, который надо выполнить по фасадам, хотя бы у нас здесь в центре историческом. Это в плане той схемы? Да, в плане той схемы, да, по фасадам. То ли зачистить, вот, то ли там, значит, покрасить где-то надо, или побелить. И схему расстановки, опять-таки, совместно с архитектурой, схему расстановки на Приморском бульваре по нашему центру, вот этих урн, скамеечек, лавочек, для того, чтобы их по этой схеме расставить, привести в порядок и расставить. Вот, начинается тепло, надо уже активно двигаться вперед. По этой схеме архитектура заканчивает ее, а нам сейчас передаст, и мы будем докладывать. Хорошо, дальше. Вот аллея городов-героев, мы не уходим, надо звезды-героев привести в порядок. В прошлом году мы их приводили в порядок. Это подкрасить сами ленты, сами звезды золотой краской. То есть уже можно это делать, погода позволяет. По аллеям героев городов и вообще аллеям героев, которые у нас в том числе на кладбищах, благоустройство, программу свою предложил, средства есть, они приступают. Мы с вами должны еще будем объехать памятники, совместно с вами и с Добряковым, объехать все памятники, которые у нас есть, посмотреть их состояние, закрепление, перед объездом надо понять, кто за них отвечает. Есть приказ командующего флота по закреплению этих памятников, в том числе за воинскими частями, объехать и соответствующих ответственных лиц заставить начать их приводить в порядок, чтобы мы это не делали в экстренном виде или в экстренном порядке непосредственно перед 9 мая. По вашему указанию, товарищ Еремеев, когда проводил совещание по дотоке к 70-летию, у нас было обозначено 310 таких памятников, назовем это памятниками. Мы проводим инфидеризацию, в течение этой недели мы ее заканчиваем. И есть предложение перезакрепить их по нашему предложению, за каждым, кому это будет относиться. Это не только флот касается. Я был на северной стороне, там памятник уже немножко разрушен, его надо привести в порядок. Там у нас захоронено 3 героя Советского Союза. Поэтому еще раз повторюсь, их состояние, если вы на следующей неделе готовы представить, на этой неделе, их состояние, закончите аббревизование этих памятников, ваше предложение по их закреплению, с учетом того, что часть памятников закреплена за воинскими частями флота. И мы сразу даем поручение, разрабатываем соответствующее поручение и берем на контроль и приведение в порядок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова